Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Геем и сегодня у нас будет обзор очень уникального проекта под названием Домик в деревне. Это копия Амазинга, но очень доработанная и со своими плюшками. Надеюсь на ваше понимание, пацаны, сразу же, что это реклама, поэтому надеюсь, что вы отнесетесь к ней нормально, потому что я давно не делал обзоры и сегодня я решил сделать обзор этого проекта. Я сам как бы написал этому проекту и предложил свои услуги, ютубер, так сказать, и они купили у меня серию и решил ее записать. Реально, надеюсь на ваше понимание, и если здесь будет, пацаны, 100 лайков, то я еще здесь буду снимать, как бы, если вам зайдет, то я буду снимать, и если не зайдет, то я не буду снимать. Давайте строим вот этот очень крутой домик, он стоит 2,5 миллиона, если что, и посмотрим, какой там интерьер. Мне деньги выдали, я попросил, чтобы мне выдали 3 миллиона, я именно хотел создать дом этот, хотел создать бизнес, но, к сожалению, его купили. Все, покупаем этот дом, все, я его купил, и у нас вот такой вот интерьер, блин, реально круто, я вам все, в принципе, пацаны, покажу. Да, это копия мазинга, но здесь очень классный интерьер и там, и так далее. Ну, интерьер, кстати, не выглядит на 2,5 миллиона, но мне это без разницы, у нас остается 500 тысяч, и нам еще нужно купить машину. Давайте посмотрим меню дома, хомми, получается, владелец я, класс высокий, состояние открыто, плачено 1 день из 30, надо будет сейчас его плачить, у меня даже машины нету, поэтому сейчас пойдем в автосалон. У них есть мой модпак, пацаны, но я его установлю, если что, в следующей серии. Как бы, я думаю, все помнят домик в деревне, что это был за проект, ну, то есть копия мазинга. Да, это копия мазинга, ну, и то это не копия мазинга, это просто очень похоже на копию мазинга старого, который был домик в деревне. Но здесь вообще нету багов абсолютно, его долго разрабатывали, здесь очень интересные интерьеры, я вам, в принципе, в скриншоты вставлю. Поэтому, я думаю, этот проект заслуживает внимания, я бы мог здесь снимать серии, вместо того, чтобы снимать именно на мазинге, потому что на мазинге особо пока что нечего снимать, и я пока бы мог именно снимать здесь какие-то серии интересные. Так, заходим, здесь переделаны текстдрабы, в принципе, я думаю, это видно. Я не знаю, что я смог купить за 500 тысяч, какую машину, блин, здесь они еще не подписаны, это довольно-таки напрягает. Мне был интересен проект, я просто в их группу заходил около месяца назад, и видел, что у них шла разработка, и что они набирали ютуберов, ну, типа, я думаю, ладно, не напишу в этот раз. Потом увидел, что они открылись, и решил им написать, как бы, вот такие вот дела. Давайте купим чисто черную волгу, пацаны, я думаю, будет нормально. На самом деле, здесь быстро все выкупили, если что, пацаны, сервис без бонуса, как бы, здесь бонуса нет вообще. Но я зашел уже спустя, не знаю, сколько времени, когда он открылся, и из того стояла погода, с одной, к сожалению, я его не успел купить. Реально, перед моим носом просто его купили, это было довольно-таки обидно. А, пацаны, я вспомнил, здесь же нужно перезайти для того, чтобы появилась машина, вроде бы как. Ладно, давайте я перезайду, и тогда посмотрим. Ну что ж, вот я и зашел, моя тачка уже появилась, я вижу по миникарте. Это довольно-таки хорошо. Так, волшаночка у нас стоит прям в гараже. И вот это из того я хотел, пацаны, словить, но его, к сожалению, купили. Все, я заехал в тюнинг. Нет, здесь все так и было раньше. Ну, блин, это реально настройки, пацаны, это 2015 год, 2016, блин, это реально было очень круто. Ну что ж, вот такая вот бестия у меня получилась. Выглядит довольно-таки, кстати, неплохо. У меня почему-то на номерах буква Я. Я не знаю, почему, но ладно, в принципе, мне не важно, я номера ставить не хочу, потому что это мне не нужно. Давайте зайдем в банк, я сейчас дом быстренько оплачу. Так, оплатить дом и оплатим на 29 дней. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте здесь 100 лайков и я выпускаю следующую серию. Если вам это не зайдет, то здесь я больше снимать не буду. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok